Всем привет, друзья, с вами Джонни, и сегодня мы поговорим по поводу бизнеса Diamond Estate, который добавляли больше недели тому назад. Ну а также я вам расскажу по поводу одной новой системы, которая добавилась с добавлением данного бизнеса. Ну и конечно же не забывайте, что играю я на Diamond RP Trillion, IP есть как всегда в описании, указывайте при регистрации мой промокод, проходите квест, после чего отписывайте мне в ВК, и вы получите от меня небольшой бонус. Ну и также по традиции, вот он победитель на 50 тысяч, отпиши мне в ВК, чтобы забрать свой приз. Ну а правила как всегда просты, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк под этим видео и написать какой-нибудь положительный комментарий. Желаю вам приятного просмотра. Если ты хочешь создать свой сервер в Samp, CRMP или MTA, тогда тебе на bighost.org. Именно здесь ты сможешь создать свой сервер за низкую цену, а также выбрать любой roleplay мод и поставить его в один клик, создав при этом полноценный проект. Все ссылки будут в описании, так что заходи, регистрируйся и создавай свой сервер. Всем привет, друзья, с вами Джонни, и сегодня вы узнаете, что же стало с бизнесом Diamond Estate после того, как его добавили. Увидите, собственно, финку, ну и я вам расскажу пару нюансов по поводу данного бизнеса и так далее. В общем-то, как вы видите, этим бизнесом владею я, мне его дал мой друг. И давайте я введу команду slash pussiness и сразу мы видим управление кассой. Ага, и для управления нам нужен банк, ну это понятно. Дальше у нас идет заказать продукты. Давайте посмотрим на статистику, мы видим, что в кассе 0, количество оплаченных дней, ну тут все как обычно, госцена 9 лямов, количество товара 4 500. Ну я так понимаю, в этом бизнесе товары тратятся очень медленно, заказано 0 товаров, оплата 11 тысяч в день. Если пойти по улучшениям, тут у нас, как обычно, улучшения, там работники и так далее, но это неинтересно. Также мы можем открыть или же закрыть бизнес, мы можем его продать. Можем установить цену за вход, вот здесь, ребят, по поводу установки цены за вход, никогда не меняйте, потому что по дефолту здесь стоит 5000. Если вы измените, то вы можете изменить от нуля, то есть, либо убрать цену за вход, либо максимум 3000 поставить. Так что лучше не трогать этот пункт. Далее установить цену за продажу. Вот, мы можем выбрать цену от 2000 до 25 тысяч. И, ребят, самое интересное, это у нас доходы. Ну и, как мы видим, в данном бизнесе финка Агран, то есть, каждый день финка достигает 330к, ну, бывают дни, когда она больше, когда она меньше, но, в любом случае, это Агран. И да, я как владелец, допустим, смотрите, видите, могу выбрать, то есть, свой бизнес и продать его сюда, и продать его здесь. И, я так понимаю, когда кто-то хочет выставить на продажу свой дом или бизнес, с него взымается, то есть, сумма, которую мы выставили за товар, то есть, за цену, ну, цену за продажу. То есть, это может быть так, 2000 и 25к. Также, друзья, думаю, что все уже знают про пасхалки, именно Rockstar Hotel, который, скорее всего, будет в LV, и тут есть даже фотографии, где он будет находиться. Также, вот именно эти две картинки, они тоже могут обозначать место расположения какого-либо бизнеса. Ну и, в общем-то, здесь особо ничего такого нету. Интерьер выполнен красиво. Да, немножко с опозданием. И, вот знаете, вот здесь есть комната, в которую мы не можем зайти, но, если мы подлетим на Камхаки, здесь написано, you can't be here, go away. То есть, мы не можем здесь находиться, должны уйти. Может, в дальнейшем этот бизнес будут как-то обновлять. Хотя, зачем? Потому что здесь и так финка-гран. Скорее всего, может, когда-нибудь там тоже что-то будет. Но это, опять-таки, только мои догадки и так далее. В общем-то, ребят, этот бизнес на данный момент, можно сказать, что он заменил риелторку в том плане, что риелторка больше не является таким топовым бизнесом, как его считали раньше. Как мы можем видеть на этом скрине, это финка в риелторке на сервере Radiant. Ну, а Radiant это сервер с хорошим онлайном. И, как мы видим здесь, финка за 10 дней, 1,2кк. То, что для такого бизнеса, как риелторка, это очень мало. Возможно, это так только первое время, пока новый бизнес на хайп еще и спустя недели две финка в риелторке обратно вернется на свою норму. А может, это переломный момент, когда риелторка потеряла свою актуальность. Напишите свое мнение по поводу этого обязательно в комментариях, мне будет интересно почитать. Ну и, друзья, думаю, многие уже видели видео Стил Деверы. Если кто не видел, то вкратце он показывал, что благодаря данному бизнесу вы можете иметь на вашем аккаунте неограниченное количество отелей, ну и какой-либо бизнес. Работает это следующим образом. То есть, если у вас на аккаунте уже есть какой-либо отель, вы, допустим, заходите в меню бизнесов и выбираете купить какой-либо бизнес. Ну и, собственно, вы его покупаете и у вас есть доступ к команде слэш бизнес и вы можете управлять своим бизнесом. Первый человек, который столкнулся с данным, можно так сказать, багом, потому что я думаю, что, скорее всего, это баг. Это игрок на сервере Trilliant, у него был отель и он просто, наверное, по рофлу нажал купить на бизнес и купил вроде 24 на 7, не столь важно. После чего он написал в техраздел, что он не хотел покупать бизнес, ну и просто так хотел затестить, на что Николай Петров дал ответ, что это не баг и так было предусмотрено бизнесом. Лично я думаю, что это баг, потому что даже если у вас много отелей на аккаунте, то вы не можете оплачивать каждый из них. И думаю, в скором будет принято какое-либо решение и данный баг пофиксит. Хотя разработчики говорят, что это не баг. Но я попробовал выполнить то же самое, но уже без бизнеса Diamond Estate, то есть я пробовал с ГОС взять какой-либо отель и после этого бизнес. Во всех случаях, что я пробовал, не получалось. То есть я пытался сначала взять бизнес с ГОСа, после этого отель, но мне система писала, что у меня уже якобы есть бизнес. И исходя уже из этой ситуации, мы можем сказать, что с добавлением нового бизнеса на Diamond RP была добавлена и новая система. Хотя опять-таки, скорее всего это недочет просто в данном бизнесе. И в скором времени разработчики это пофиксят. Ну или же доделают до конца, и если у вас на аккаунте будет больше двух отелей, вы сможете их оплачивать. В общем-то, ребят, на этом данный ролик подходит к концу. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этой системы. Нужна ли она вообще на Diamond или же нет. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и конечно же ставьте лайк и не забывайте про колокольчик. Ну а с вами был как всегда Джонни Стар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok